891 миллиард столько заработал netflix во всяком случае так они сами о себе говорят весь мир сошел с ума побушующему и будоражащему мы сериалу игра в кальмара я зритель относительно внимательный в меру глупый поэтому не согласен как связь со всеми сюжет разных людей с огромными финансовыми проблемами собирают в одном месте для игры на выживание сюжет не хитрый верно после первого тура люди поняв что игра смертельная их ждет решает покинуть игру и тут сюрприз сюрприз их отпускают по домам помыкавшись своих финансовых ямах люди возвращаются в игру собственно сюжетно больше сказать и нечего победит конечно самый славный самый хороший но не сможет распорядиться своими деньгами полученными от игры потому что совесть его мучает и все такое и в конце концов он решает бороться с организаторами игр во всяком случае именно так я понял сюжет авторы при этом претендуют на знание человеческой природы длинные иногда философские диалоги нам на это откровенно намекают но мое знание человеческой природы вступает в дикое противоречие с неискончаемо большим авторским признаю это сразу например главный герой трусоватый нерешительный неудачник на мой взгляд ни за что не вернулся бы в игру ни за что ни при каких условиях муж женой взятого игру для эффектной но довольно бестолковой драматической коллизии ай-яй-яй муж вынужден убить жену а потом сам повесился мне кажется что если человек способен не в горячке а с трезвым холодным расчетом убить свою жену ну не будет он так мощно страдать и совершенно не застаешь его повеситься на на этой почве люди вернулись в игру где убийство главный принцип и понятно что выживет один зачем они идут вдвоем ведь понятно что один из них умрет все это сделано для того чтобы давить на зрителя выдавливать из 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 меня из вас слезу ах они несчастные не надо ля-ля или возьмем набожного товарища его персонаж совершенно закрыт и неясен что его заставило пойти что за набожность такая странная с убийствами ближнего по-хорошему только три персонажа находится в игре по делу это главный бандос четко рискованный смелый сильный беспринципный в меру туповат да у которого куча проблем как финансовых так и личностных с другими бандосами я понимаю его мотив худенькая смелая ловкая девочка тоже персонаж понятный такая если что вбила себе в голову хрен выбьешь да у нее есть цель это деньги а дальше хоть трава не расти и главная надежда кореи право 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 ровавшийся банкир или финансовый аналитик не не очень это важно человек это смелый рискованный нелишенный авантюризма в меру циничный в меру беспринципный в общем понятно почему он здесь понятно еще одна девочка которая ну не очень хочет жить ей жизни дорога можно рискнуть понятно парочка разного рода бандитов но остальные что стекольчик серьезно человеку 50 лет он очевидно большой специалист что его толкнуло вернуться в игру я не говорю про первый порыв да ну как ты видишь живые смерти рядом с собой ну не верю я в то что он вернулся и пошел выигрывать на на выживание с бандитами этот маленький полненький 50-летний мужчина боящий если всего не глупые судя по разговорам люди не склонны переоценивать свою удачливость в такого рода играх они все напомню в финансовых ямах да тем более если удача не особенно им сопутствовала в жизни или возьмем математика со своими математическими знаниями который возникает в эпизоде на мосту он неудачник с долгами и математическим складом ума непонятно как он себе представлял победу он один 456 но ставка будет не один 456 да если там огромное количество бандитов агрессивных люди людей любящих риск любящих авантюру постоянно в них участвующих даже физическое соотношение сил но не очень в нем выигрывает там ставка будет один к десяти тысячам вот что-то в этом роде и математик должен это понять был до моста поведение же главного героя вообще как-то невероятно лицемерно он вернулся в игру убивает своих соперников при этом все время нудит о том что надо бы постараться сохранить кому-нибудь жизнь это странно но таково мое понимание человеческой и людской природы персонажей фильма да возможно каждый видит это по-своему у всех будет свое мнение меня не убедили второй проблемой я повторяю моего восприятия фильма а не самого фильма является его показная такая киношность машины забирают всех участников игры ровно в 12 часов ночи при этом любому понятно что если таким образом собирать 456 человек то во-первых надо 456 микроавтобусов до 456 укромных мест но там очевидно что каждый автобус собирает группу людей то есть ну точно не всех я понимаю что это выглядит как придирка для меня это важная часть атмосферы до чтобы я поверил в происходящее чтобы сопереживал ужасу нельзя примере пренебрегать деталями но и главное эффектность кадров это любимая такая история федора сергеевича бондарчука полицейский падает в пропасть потом мы видим реакцию его брата после чего он подходит краю обрыва и мы видим одновременно его и место падения тела понятно что это находится в 100 метрах от берег да и никак он вот сочетать эти кадры невозможно просто для эффектности некоторые сюжетные несвязухи расстроили например когда вылавливают труп из воды с документами полицейского получается ведущий не узнает своего родного брата это странно или он узнает но почему-то прекращает действие по поиску этого полицейского до очередного его проявления или так или так да при том что он человек очень внимательный да о чем нам не применули сообщить полицейский очень хитрый изобретательный после побега бросает акваланг прямо на берегу бросить его в воду или за камни он не может да спрячь акваланг и тебя не найти но нет и кстати отыскать человека на таком острове тоже не так то легко главное спрятаться а не мельтешить на виду у преследователей повторю полицейский законом зареза рекомендовал себя хитрым ловким сильным и изобретательным почему он не застрелил ведущего ведь дальнейшее сопротивление подручных можно было сломить люди без руководства незнакомые друг с другом такова система устроена внутри вот этого лагеря да и он ее отлично знает он ее изучил их легко было разагитировать и тем более полицейскому нет позорный выстрел в плечо и это самая серьезная проблема фильма герои ведут себя не исходя из обстоятельств или из каких-то своих характеров а так как этого хочет сценарист это неправильно в общем в очередной раз поражаюсь феномену массового восприятия симпатичная работа довольно неоригинальная при этом излишне пафосной и вдруг такая невероятная популярность чудны дела к твои господи всех благ подписывайтесь на канал радуйтесь жизни любите своих близких и вообще всех любите пока удачи спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!